Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Земля – это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса. И города полные чудес. Но все-таки Земля – это планета людей. Их почти 8 миллиардов. И они такие разные. Они – главное сокровище нашей планеты. В этом сезоне «Орел и решка» отправляется в гости к самым удивительным землянам. Знакомиться с землянами мы отправили наших новых ведущих. Знакомьтесь. Популярная певица Мишель Андраде. И блогер Кирилл Макашов. Мы не выдержали шквал ваших комментариев в соцсетях. И теперь этих счастливчиков ждут удивительные приключения. Поставное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще чужой. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта Мастеркард. А что тут решать? За нас все решит монетка. Всем привет, это Орел и Решка, земляне. И мы, где, где? Мы приехали на родину. Никогда не догадайтесь кого. Кого? Вот кого угадай теперь. Жирафа. Нет. Лев. Не лев. Ладно, давай не буду мучать. Мы прилетели на родину всех землян и всего человечества. Кению. Класс. Я хочу узнать эту страну. Ты готов? Ой, я готов. Давай кидать монетку. Давай кидать монетку. Орел? Решка. Серьезно? Уже? Нет. Я забыла, что. Орел. Нееет. Она не поняла, что она выиграла. Серьезно? Серьезно? Неправда. Ну это Решка. Это Решка. А я сказала, а я сказала решка. Серьезно? О, еееееееееееееееееееееее! В кои-то веки ей повезло. В кои-то веки, один раз, за весь сезон, можешь летать. Я буду смотреть своим страхом в глаза. В глаза. Всё. Нет. Пока. От тебя пахнет богатство. Мне это не очень нравится. Пойду на автобус. Кенийцы – наши первые земляне. Но что мы о них знаем? Кенийцы прославились благодаря своим национальным паркам, чемпионам в беге на длинные дистанции и бабушке Барака Обамы. Мы не случайно приехали к ним первыми. Именно Кению ученые признали родиной всего человечества. А это значит, что ты и я, мы произошли отсюда. Сегодня мы узнаем, какие они самые первые люди на земле. Кенийцы любят большие машины, потому что у них дороги не самые лучшие. И я свою самую первую машину на Орешке захотела. Именно вот такой. Моя первая машина. Боже, она какая шикарная, красивая, блестящая. Я не могу и огромная. Пораженные зрители на Орла и Решке, наверное, думают, что она так радуется. Но, ребята, если у нас эта машина стоит 55 тысяч долларов, то в Кении она стоит 110 тысяч долларов из-за огромных налогов. Так что шокую я. А еще, смотрите, какие у меня классные номера. Только я не понимаю почему. Давайте позовем водителя. Расскажите про эти номера. Почему они такие? Какие номера у кенийцев? Признак достатка. А сколько они стоят? Миллион шиллингов. Боже, ребята, вот эти номера стоят 10 тысяч долларов. А за эти 10 тысяч долларов здесь можно купить машину? Да, за эти деньги можете купить машину из салона. Тойоту или Мазду. Ну и их бюджетные варианты. Есть два варианта. Купить себе машину за такую стоимость или все в Кении будут знать на дорогах, кто тут. Ммм, батя. Что ты красавица? Мишельку ждешь? Понятно. Я буду добираться до столицы Кении Найроби как обычные кенийцы – на общественном транспорте. Интернет просто завален фото и видео ярких, шумных, разрисованных маршруток Матату. Я хотел проехаться на разрисованных автобусах Матату, но их почему-то нет в аэропорту. Им сюда нельзя. Но почему? Потому что они шумят. В общем, местным маршруткам, которые я ожидал увидеть, не разрешают просто заезжать в аэропорт из-за того, что они разрисованы и у них играет музыка. И, возможно, там написаны какие-то плохие слова. Не знаю. Посмотрим. Пообещал показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и столица Кении – Найроби. Первый вопрос, который возникает, когда въезжаешь в город – это вот так выглядит родина человечества. По-моему, это родина пыли, грязи и полного беспредела. И в этом месте нам придется провести два дня, чтобы познакомиться с первыми землянами – кенийцами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, такого понятия, как кенийцы, не существует. Правильнее сказать – жители страны Кения. Изначально в Африке жили сотни племен, а потом пришли белые и нарезали границы стран, как им вздумалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось, что сегодня в Кении живет 23 племени, которые говорят на 70 языках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что для вас быть кенийцем? Для меня большая честь быть кенийцем. У нас очень богатая культура. Она учит нас быть патриотами. То, что они патриоты, я верю, потому что посмотрите на его руку. Там флаг Кении. А что для кенийца счастье? О, кенийцы любят спорт. Еду очень любят. Легкую атлетику, футбол. Кстати, вы знаете, что кенийцы – лучшие в мире в беге на длинные дистанции? Это наша гордость. А кенийцы дружелюбны? Очень, очень дружелюбны. Они всегда улыбаются и всегда готовы помочь ближним. Но твоя безопасность зависит от района. Например, в одних районах ты можешь гулять с телефоном, сделать фотки, селфи. А в других твой телефон заберут уже через 5 минут. У нас безлимитная карта, у нас есть прекрасная тачка, и мы туда не пойдем, не собираемся. А ты, Кирилл, будь аккуратным, пожалуйста. Так что, вы подвезете меня к автобусу Матату? Но там все кричат и играет музыка. Ну да. Тогда тебе на конечную. Потому что... Р hari. Потому что… Вч bladder неersет называют пан 주цу черного утренки Ни-да, ни-да... Защитим! Нифига себе. Вот это у нас маршруточки местные. Ты водитель? Дружище – отличная машина. Ты сам делал дизайн? Нет, я не занимаюсь дизайном. А сколько стоит сделать такой тюнинг? 8 миллионов шиллингов. Очень круто, очень круто. Выглядит просто потрясающе. Матату – это больше, чем просто маршрутное такси. Для кенийца это серьезный бизнес – вроде бара или ночного клуба. Только на колесах. Владельцы Матату вкладывают сумасшедшие бабки в дизайн, начинку, команду. И не зря – все затраты окупаются. Ведь если проезд в обычном государственном автобусе стоит 46 центов, то прокатиться с музычкой стоит в 2 раза дороже. А у вас есть какие-то соревнования между этими Матату? Да, мы соревнуемся. У кого лучше рисунки, костюмы, кто громче и кто быстрее гоняет по городу. А что за ребята там кричат? Это филлеры. Они зазывают людей. Получается, есть водитель, есть кондуктор и есть собственное зазывало для водителя. Мне кажется, он просто мало зарабатывает, если диригируются обязанности на всех. Деликатный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Две тысячи шиллингов в день. А зачем ты стучишь по машине? Чтобы люди подходили. А, ты просто зазываешь людей в автобус, да? Сколько ты зарабатываешь? Две штуки шиллингов в день. По сути, он зарабатывает столько, сколько и водитель. Сумасшедшая энергетика здесь просто сумасшедшая. Очень громко. Люди, кто-то стучит по всем машинам, куча машин рядом. Все по ним стучат, зазывают людей. Я не знаю даже, в какую сесть, если бы они просто стучали. Какую выбрать? Биба, 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 биба. Самое интересное, что люди просто сидят. Просто сидят. То есть они не танцуют. Тут плазма больше, чем у меня дома. В автобусе. В автобусе. Это самолет. Плазма здесь, и плазма на каждом сиденье. Матату очень долго стоят на остановках. Водитель ждет, пока набьется полный салон. Так что все эти гаджеты для того, чтобы развлекать пассажиров. Я понимаю экраны, я понимаю музыку, я все понимаю. Но здесь стоит плойка, приставка, плейстейтен, здесь можно сесть и поиграть. Бегетло больше, я все сказал. Пока едешь по Найроби, можешь подумать, что все кенийцы очень бедные и живут в трущобах. Но это далеко не так. Здесь есть миллионеры. Нужно только знать, где их искать. Мы подъезжаем к одному из самых презентабельных районов Найроби. Его называют женским именем Карен. Район Карен просто тонет в зелени. Кажется, что это не Африка, а какая-нибудь благополучная Австралия. Это так не похоже на трущобы Найроби. Тут огромные дома, конечно, я их не вижу, потому что они за забором, за огромными заборами, но ничем не отличаются от нашей Кончезаспо. Раньше здесь селились британские колонизаторы, а сейчас местные богачи и политики. Тут живет вице-президент Генни Уильям Руту и бывший премьер-министр Раила О'Динго. А можешь меня отвезти к кому-то в гости? Да, я знаю одного человека, Хиллари. Он мой старый друг, уже такой пожилой. Можешь с ним пообщаться и узнать, как тут живут люди. Супер, мы познакомимся, мы зайдем в дом богача. Мишель, это Хиллари. Хиллари, это Мишель. Приятно познакомиться. Мне тоже. Хиллари, я хочу узнать, как люди тут живут. Расскажете? Да, я могу рассказать вам о нашем районе. Я вижу, у вас большая территория. Да, я построил это место своими руками. Сейчас я живу здесь со своей женой. Это мечта. Да. У нас три спальни, кабинет, гостиная, кухня и гардеробная. Как по мне, в интерьере дома Хиллари нет ничего особенного. Но для кенийца это запредельная роскошь. Главный признак богатства у местных – бытовая техника. Если у кого-то в доме есть телевизор, DVD, пылесос, микроволновка, стиралка, холодильник и тостер, он считается чуть ли не олигархом. Сколько денег стоит такой дом? Я построил дом 15 лет назад. Тогда он стоил 6 миллионов шиллингов. Я знаю, что средняя зарплата в Кении около 300 долларов в месяц. А вы как много тратите? У меня есть два работника. Я им плачу 400 долларов в месяц. На еду уходит где-то 50 долларов. На электричество – 400. И 100 долларов на медицину. А, и еще животные. Да, собаки, курицы, разные птицы. На них уходит где-то 600 долларов. Эти деньги я зарабатываю фермерством. У меня теплицы. Я произвожу томаты, огурцы, мед. У меня козы и коровы. А еще я развожу собак. Как вы думаете, ваш стиль жизни отличается от европейцев? Я жил в Европе. Не вижу большой разницы. Но я тут больше люблю жить. Люди здесь добрее. В Европе, если тебе нечего есть, ты останешься голодным. А тут все поделятся едой друг с другом. Я всегда делюсь голодными. Супер простой человек, одет по-простому. Дом у него тоже не супер роскошный и огромный, как мы себе представляем богатых людей. Но для кенийцев этот человек считается богатым, потому что у многих даже и близко такого нет. Кенийский кофе просто потрясающе. Один еще кофе, пожалуйста. И билд. Чтобы поближе познакомиться с жизнью кенийцев, нужно уж точно идти не в богатый район, а туда, где с людьми можно пообщаться – на рынок. Конечно, я пришел не на обычный рынок для туристов. Я же ведущий «Орла и решки», камон, ребят. Я решил посетить самый-самый трушный местный рынок, который только может быть в Найроби. Это рынок Гикомбо. Здесь местные по дешевке покупают товары, чтобы потом подороже перепродать туристам. Здесь на местном рынке продаются помидоры, лук, бананы, сладкая картошка. Честно говоря, он не так уж сильно отличается от нашего. Но по условиям, в которых это все делается, отличается очень сильно. Кенийцам вполне нормально продавать еду прямо вдоль сточной канавы, носить покупки в мешках на голове или катить их на огромных телегах. Движение тут и пробки гораздо круче, чем на дорогах. Машины просто пытаются проехать сквозь узкие улицы, наполненные людьми. Он меня чуть буквально не сбил. И очень часто они не обращают внимания вообще на пешеходов, что происходит, им не важно, он просто едет. А все остальные, если не успел убежать, то и не успел убежать. На рынке Гикомбо тебе и почистят обувь, и нарубят голяшью голень для наваристого супа, и подберут одежду от кутюр. Оригинал. Видите вот эти пакованы сзади? Это одежда, которую сюда закупает местный владелец и потом продает на рынке. То есть все люди, которые здесь продают одежду на рынке, секонд-хенд, они ее закупают здесь. И иногда ты можешь попасть на хороший мешок с хорошей одеждой, практически новая. Но иногда ты попадаешь просто на максимально использованное и ты не можешь потом нормально это продать. Каждый такой мешок стоит около 20 тысяч шиллингов. Здесь же на рынке можно узнать, что едят обычные кенийцы. На них сидело столько мук, что я даже не знаю, стоит ли это делать, но... Это на вкус как очень старая сушеная рыба, которая очень много лет и испортилась три тысячи раз. Что люди в Кении обычно едят? Мы едим угали. Угали? Что такое угали? Это наше традиционное блюдо – кукурузная каша с мясом и зелеными овощами. А можно мне порцию угали? Похоже, как будто это просто очень слипшаяся манка и все. С мясом и зелеными овощами. Сейчас будем пробовать. Привет, я могу сидеть? Да, я могу сидеть. Великолепно, мой друг, спасибо. Я сиду здесь, да. Ух, ну, скажи мне, что это? Это лучший. Это лучший. Это лучший. Да? О, я должен洗ить руки. Спасибо. Сервис? Пять звезд. Скажи, как ты это ешь? Я ехал в кукурузе. Я ехал в кукурузе. Я ехал в кукурузу, а ты ехал в кукурузу, я ехал. Да, это и очень много. Это иное леще. Да, я могу пробовать это, да? Просьба. Раньше они это ели каждый день, но через время министр здравоохранения призвал их немножечко поумерить пыл. То есть теперь они просто это кушают дважды в неделю. На что еще можно потратить кучу денег в Кене? Лучше всего арендовать частный самолет и увидеть место, где зародилось человечество – Великую Рифтовую долину! Сейчас мы подлетаем к национальному парку Найроби. Это парк с животными в центре города. Видишь буйволов? Они такие маленькие отсюда! А видишь те холмы? Это граница Великой Рифтовой долины. Она тянется вон туда. Вот перед нами та самая Рифтовая долина – то место, откуда человечество начало свой путь. Где-то здесь, в гигантском разломе земной коры, нашли останки самого древнего предка человека – нашей пра-пра-пра и еще миллион раз прабабушки австралопитека по имени Люси. Именно отсюда, из Великой Рифтовой долины, люди расселились по всей планете. Это самая большая загадка человечества. Как от волосатой обезьяны произошел вид, который сейчас создает небоскребы и летает на Марс? Археолог Геральт Матюшин утверждает, что в Рифтовой долине повышенный радиационный фон, якобы за радиацией местные обезьяны мутировали и превратились в людей разумных. А кенийский епископ Бонифас Адоя уверен, что никакой обезьяны не было и что человека создал Бог. Такое ощущение, что мы на краю света. Какая-то своя система оплаты, что ли? Вы что, картой можете оплатить на рынке? Нет, нет, мы используем мобильные телефоны. Мы называем это Эмпеса. А можете мне объяснить, что означает Эмпеса? Это такая местная система транзакций через мобильный телефон, без банковской карты. Понимаете в чем дело? Они кладут деньги на свою карточку, на мобильную. И потом с этой мобильной карточки расплачиваются уже где им удобно, так же скидывая деньги другим людям. Ребята, да это революция. Вы только подумайте. Кенийцы поняли, как можно обходиться без банковских карт. Даже если твоя тетушка живет в саванне и у нее нет банка, но есть мобильный телефон с карточкой, ты можешь перекинуть ей деньги. Но как это работает? Смотри, нужно ввести этот код. Это код его бизнеса. Получается ты заводишь сим-карту, которая привязывается к твоему бизнесу, к твоему месту, например, к магазину, получаешь свой номер и потом по этому номеру люди могут со своего телефона, со своей сим-карты скинуть тебе деньги дальше. Ты знаешь, я уже день в Кении и заметил, что одни люди очень добры к тебе, а другие наотрез не хотят с тобой говорить и помогать. Что ты думаешь про кенийцы? Кения красивая страна. Да, есть люди, которые могут быть грубоваты. Им может не нравится, что ты их фотографируешь или что у тебя больше денег, чем у них. Но вообще Кения страна улыбок. Все улыбаются. Если ты осмотришься, ты увидишь много людей, которые смотрят на тебя и улыбаются. И никто не грустит. Смотри, как красиво. В кратере этого вулкана находится еще один национальный парк – Ланганот. А внутри вулкана? Вау! О, это озеро? Да, это еще один национальный парк. Озеро Найваша. Здесь обитает много диких животных. В этом парке любят отдыхать кенийские богачи. Куклы приземлились. На берегу озера я выбрала себе приватный домик в башенку. Выглядит скромно, да и крыша какая-то погнута. Но тут главная идея. Это отель – смотровая площадка. Сейчас все сами увидите. Вау, ребята. Настоящая африканская дача. Если первые люди в рифтовой долине, были бы такие условия, то бы никто не расселился. Потому что это просто потрясающе. Самая главная фишка этого замка – это садревая площадка. Вау, это просто потрясающе. Смотрите, перед нами жираф. Вы что, снимаетесь? Я мечтала видеть жираф в своей жизни. А вот тут зебры, друзья. Зебры. Да ну не может быть. Это мои друзья на два дня. Что еще нужно, ребята? Во время сафари в Кене туристам запрещено выходить из машины и приближаться к животным. А на территории моего отеля можно подойти так близко, как получится. Да, привет, подружка. Вы видели, как она посмотрела? Когда нахожу интересный вариант жилья, сразу заселяюсь, а вернее достаю премиальную карту, быстро и удобно оплачиваю. А вот теперь можно и балдежно в номере отдохнуть. Люблю с Мастеркард быстро и легко решать любые вопросы. Что ты можешь сказать про людей в Кении? Они дружелюбны? Да. К белым, таким как я. Конечно, друг. Я слышал, что трущоба Кибера – это самое опасное место. Я собираюсь там заночевать. О, супер. Молодец. Ой, не знаю, чего ожидать. Ну, если будешь верить в Бога, Он тебе всегда поможет. Мы же христиане, мы братья. Говорит, если верить, что Бог с тобой, то Бог тебе поможет. В Кении обычный бюджетный турист может без проблем заночевать в дешевом отеле. Или снять койку в приличном хостеле. Но долг ведущего Орел и Решка земляне обязывает знакомиться с местными и жить как местный. Добро пожаловать в район Киберы. Это трущобы Найроби. В предыдущих выпусках Орла и Решки мы вам уже показывали, что здесь к чему. Район Кибера – это гигантская свалка. Всего в километре от цветущего центра города. Здесь земляне ходят по мусору. Дышат мусором. И едят в мусоре. Без света и канализации здесь выживают почти миллион человек. Это как население Одессы. Люди ютятся в домах из шифера и жестяных листов. Такая развалюха стоит в среднем 200 долларов. Но большинство не могут себе позволить даже этого, поэтому арендуют ее за 6 долларов в месяц. Говорят, что здесь не так уж и страшно, как кажется. Вот и проверю на себе лично. Слышите? Привет, мой друг. Знаете, где я могу жить для спрашивания? Есть есть место здесь? Не знаю? Нет. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста. Я смотрю в апартамент, чтобы спрятаться. Ты не знаешь? Окей, спасибо. Здравствуйте, могу я спросить вам вопрос? Не очень доброжелательные ребята. Либо же они просто не говорят по-английски. В трущобах живут совсем другие кенийцы. Они не могут сложить два и два, не умеют писать и часто не знают английского. Они приезжают в Найроби из далеких сел в поисках лучшей жизни. Но все, что они могут себе позволить – это Кибера. Я не знаю, по нему отвязаться. Он просто ходит со мной, просто идет. А сзади идут его друзья. Я что-то пропустил, когда был новый набор ведущих на Орла и Решку. И взяли второго ведущего. Пацана. Я не могу помочь тебе, потому что я не могу помочь. Потому что я не могу помочь. Самая основная у них проблема в том, что… Не проблема, а основной прикол – они любят говорить, что у них пустой желудок и они с утра ничего не ели. И на этом основании они просят деньги просто. Ни за что. Просто погуляли со мной. Почему-то мне кажется, что здесь так делают очень многие. Похоже, я что-то нашел. Похоже, я что-то нашел. Я понимаю, что от этого места не стоит многого ожидать, но хотелось бы хотя бы какой-нибудь комфорт. Под ногами просто типа как сточная, я не знаю, что это. Сюда стекает вся канализация и из-за этого запах здесь просто ужасный. Не внушай доверие, честно говоря. Больше похоже на какую-то пристройку, гараж как будто бы. Давайте пробовать. Здесь нет душа, нет кухни, нет туалета, нет ничего. Скорее всего все это находится на улице. Здесь просто есть одна кровать, одна тумбочка и куча вещей. И даже есть старый телевизор. Как это мило. В двух словах. Выглядит это все ужасно. Ужасно, очень ужасно. Но мне не хочется обижать людей. Но ужасно. Я не знаю, как здесь могут жить люди и насколько это место может быть вообще в принципе пригодным для жизни. Да оно не может быть пригодным для жизни. На родине человечества богатым кенийцам готовят рыбу тилапе из озера Найважа. С кукурузной кашей и овощами. И все это в ресторанчике, с верандой которого можно посмотреть на закат. Прекрасно. Can I pay please? Thank you. A я пойду посмотрю на свои удобства. Душ у нас здесь. Берешь с собой миску и заходишь внутрь. Хорошо. 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 Мне только что показали, где мне можно принять душ. Оттуда же пахнет так же, как пахло только что на улице и под ногами все та же канализация. Он говорит, ты заходишь с ведром. Я не знаю, что сказать. Так живут люди. Вот эти условия. Я могу открыть туалет. Это очень плохо. Здесь как будто бы… Я не знаю, где находят туалет. Я не буду дышать, пока мы отсюда не выйдем своим носом. И там все остается. То есть все, что туда падает, все остается там. Оно там лежит. В Кибере нет личных туалетов. Только одна такая дырка примерно на 200 жителей. Их устанавливают местные бизнесмены и берут за это деньги. Он платит 10 шиллингов за каждый поход в туалет. Этот туалет стоит 10 шиллингов. Спокойной ночи зебры, спокойной ночи бегемотики, жирафы, а самое главное – спокойной ночи львы. И вам тоже. Спокойной ночи. Я тут останусь. Уже поздно, но у меня есть пара вопросов. Я увидел условия. Почему вы тут живете? Я тут родился. А ты не хотел бы переехать? Если Бог благословит меня деньгами, я перееду. А кем ты работаешь? Я водитель мототакси. Мы зовем его Бода-Бода. Как много ты зарабатываешь водителем? Тогда как. Самый плохой день где-то 8 долларов. В месяц получается 350. Ладно, друг. Я буду спать. Был тяжелый день. Если брезгуешь здесь спать, могу угостить местным напитком. И ты на все посмотришь по-другому. Хуже уже не будет. Давай, давай. Это чанга. Наш самогон из кукурузы и колосьев сорга. Сейчас тасимуй. Но очень крепко. Ах! 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 В таких условиях я еще не ночевал. И вообще-то, если честно, мне очень стремно. Вы сами все видели, что происходит. За дверью до сих пор еще кто-то шумит. Хотя уже время. Пора спать ложится. Но я очень рад, что он оставил мне эту прекрасную бутылочку. Ну, спокойной ночи. Стоило сюда лететь, да хоть добраться пешком ради завтрака в такой компании. Доброе утро. Если его, конечно, можно назвать добрым в таких местах. Коротко о моей ночи. Было жутко холодно, жутко неприятно, противно. Кто-то шумел за дверью, дети бесились до позднего времени. И мне захотелось оттуда сбежать при первой возможности, что я и сделал. Я очень хочу познакомиться с еще одними коренными жителями Африки, с животными. Отправляюсь на встречу в дикой природе. Только сперва нужно понять, как туда добраться. На какой вот из этих маршруток, из всех, которые здесь есть, мне нужно туда ехать. Посмотрим. Божmont. Привет, мой друг. Как я наив VANASHA? Наиваша. Это офис Наиваша. Сколько стоит наиваша? 350. Здравствуйте, можете ли я один тикет на Наиваши? Спасибо большое. Почему все пытаются меня обмануть? Ну почему? Я что, плохо выгляжу? Сам отправился в Освояси. Пойдем? Спасибо большое. Это я зарплатил, да? Мой друг, кто это плачет? Кто это плачет? Кто это плачет? Плачет, плачет! Что происходит? Здесь просто невозможно кого-то о чем-то спросить и невозможно находиться. Озеро Наиваша находится в ста километрах от Найроби. На маршрутке тарахтеть целых два часа. Так что посмотрите пока, что там делает Мишель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для нас очень привычно сделать так. Но в Кене 30% населения не подключены к электричеству. Но я нашла человека, который своими силами хочет это поменять. Знакомьтесь, Джон Магиро в ангаре. Вау, меня уже стоит… Ой, ждет человек! Стоит уже и ждет… Спасибо большое, Олешка. Стоит человек и ждет меня в таком красивом костюме. Сразу видно, что тут не картошечку собрался копать, а сразу видно инженер. Я слышала, что вы человек, который дает электричество этой деревне. Да. Это река, которую мы используем для выработки электричества. Как эта идея пришла к тебе? Я хотел помочь своей деревне. У нас не было электричества. Только керосиновые лампы. В 7 лет я попытался сделать электрогенератор из велосипеда. С его помощью я сгенерировал всего 6 ватт. Но этого было недостаточно для того, чтобы дать свет моей деревне. С тех пор Джон загорелся мечтой построить электростанцию. Часть оборудования он собрал из металлолома. А для покупки беушного генератора ему пришлось продать 300 кроликов, которых он разводил. Вот эти электростанции я никогда не думала, что они могут выглядеть вот так, маленькие, как наши общественные туалеты. Ничего себе. Две электростанции обеспечивают электричеству больше двух тысяч людей. А как твои электростанции изменили жизнь людей? Жизнь очень изменилась. Раньше мы читали с керосинками, а сейчас можем просто включить свет. Благодаря электричеству люди смогли качать воду насосами для ферм, хранить продукты в холодильниках и использовать такие обычные приборы, как телевизор. А как люди раньше доставляли воду на поля? Они носили воду ведрами, шли пешком. Полкилометра или километр. Вы себе можете представить, что для них электричество это не об телефонов и компьютеров, это больше. Люди платят тебе деньги за свет? Обычно они платят за поддержание работы станции, но это 2 доллара. В месяц? Да. Это очень дешево. Но это бедные потребители, они не зарабатывают много. Хотя если бы они подключились к государственной сети, то платили бы по 20 центов за киловатт, а это гораздо дороже. Моя цель не наживаться на людях, а сделать жизнь моих земляков комфортной. Я хочу, чтобы кенийцы, которые живут и за 20 км от реки, могли использовать эту же самую реку и жить со светом. Это первая турбина, которую Джон сделал своими руками в 7 лет и уже начал добывать электричество. Вы себе можете представить, не важно, где ты находишься, в каких условиях ты живешь, где ты вырос, важно, что есть у тебя вот тут и вот тут. И таким образом ты можешь сделать мир лучшим. Вдохновляет, ребята, вдохновляет. Ох эти земляне! Озеро Найвашу. Здесь я ожидаю увидеть просто огромнейшее количество птиц. Ну, счастье орнитолога. И также здесь одни из самых опасных животных Африки – гиппопотамы. Друзья, я хочу покататься на твоей лодке, но сперва я хочу узнать цену, потому что у меня не так уж и много денег. Из-за пандемии цены ниже. Раньше мы брали 30 долларов с человека, а сейчас всего 20. Может, все-таки скидочку для красивого парня? 5 баксов? Ну не за 20, а за 15. Давай. Я и так уже сбросил 10 баксов. Давай 15 долларов, но 40 минут, а не целый час. Ладно, давай, я сделаю тебе скидку из-за пандемии. Это называется умение торговаться. Вот так скажем. Летс го! 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 И что, возможно, именно на этом озере обезьяна превратилась в человека разумного. Но все это было миллионы лет назад. А сейчас тут национальный парк, в котором живет куча зверья и аж 400 видов птиц. Прямо по курсу пеликаны. Я раньше не видел пеликанов. Это великолепно. Вау! Пеликаны здесь зимуют, а живут у нас на берегах Черного моря. Так что найваша для них – это что-то типа зимней квартиры. А это бакланы. Бакланы не очень ладят с рыбаками. Они воруют из их сетей рыбу. А вон там, на дереве, орлы-рыболовы. Шутеечка созрела у меня. Значит, два орла, а решки нет. На озере живут и аисты марабу. Ой, они похожи на лысеющих дедушек. А вот это – египетский гусь. Гусь, он, как говорится, в Египте гусь. А там живет семья гиппопотамов. О, вижу! Они похожи на камни. Это видно только их головы. Их самих практически… А вон он выплыл, товарищ! Товарищ! Озеро Найваша – это целый гиппопотами-мегаполис. Их здесь аж полторы тысячи. Гиппопотамы живут семьями. В каждой семье один доминантный самец – альфа-самец. Остальные – это самки и малыши. Он с ребеночком гуляет. Там два гиппопотама гуляют. Один большой, другой маленький. Класс! Вот это кайф! Бегемот – это какой-то инопланетный землянин. У него самые крепкие зубы на планете. Самая толстая кожа – целых четыре сантиметра. А еще бегемот потеет красным потом, похожим на кровь. Мало вам? Получайте еще! Несмотря на то, что бегемот похож на какого-то жирного хряка, ученые считают, что его ближайший родственник – это… кит! Да, похож. Я не могу поверить, что эти жирные, симпатичные, розовенькие ребята бегают по земле со скоростью 30 км в час. И по дну на озере они не плавают, они по нему ходят. А мы можем подплыть поближе? Или это опасно? Разве что чуть-чуть. Но все равно будем держать небольшую дистанцию. Он только что вынырнул из воды, меня это просто напугало, потому что я думал, что он сейчас собирается нас сожрать. Бегемоты ревностно защищают свою территорию и своих бегемотят. Они в два счета перекусывают крокодилов и переворачивают рыбацкие лодки. Капитан Стив сказал, что в прошлом году только на озере Найваша бегемоты убили 14 человек. А во всей Африке – почти 500. Знаете, вот не так уж и дорого – 15 долларов за осуществление своей детской мечты. Вот сначала ты видишь это все в энциклопедии, где-то фильмы, какие-то видео. Но когда ты видишь это все вживую – это вообще по-другому, вообще абсолютно другие эмоции, другие реакции. Когда ты видишь просто животное, которое ходит – класс. Как здорово, когда сбываются мечты. Ребята, я всегда мечтала спрятать 100 долларов форные орешки и это делаем на рифтовой долине. Все для вас. Чтобы найти бутылку, двигайтесь с озера Найваша в город Найроби по трассе Б-3. Сверните направо перед смотровой площадкой из сувенирного магазина «Третий мир». Там в яме между двумя камнями ждут вас мои первые 100 баксов. За три с половиной миллиона лет с того момента, как здесь ходила австралопитек Люси, в Кении изменилось и много, и одновременно мало. Земляне из джунглей лесных переселились в джунгли каменные. А вместо рычащих львов их окружают рычащие железные повозки. Кенийцы оказались землянами небогатыми, но приветливыми. Даже в самых мрачных местах, которыми пугают туристов, нас никто не обидел. А еще мы поняли, что кенийцы всегда улыбаются, им не мешает беспредел и хаос вокруг них. Они живут сегодняшним днем и радуются жизни. Вот такие они – первые земляне. Батя! Мне очень доброжелательные ребята. Такое ощущение, что мы на краю света. Почему все пытаются меня обмануть? Ну почему? Да привет, подружка. Он с ребеночком гуляет, там два гиппопотама. Один большой, другой маленький. Если первые люди были вот такие условия, то бы никто не расселился. Ну да, пока я тут гулял, она в отелях развлекается. Не-не-не, ноу-мани. Это ты. Привет. Ну что рассказывай, как тебе кенийцы? Слушай, у меня мечта сбылась, я увидела жирафа. Это прекрасно. Как тебе кенийцы? Ну смотри, они такие красивые, высокие они еще так ходят. Мишель, как тебе люди, которые здесь живут? Земляне наши. Ну смотри, кенийцы очень душевные, гостеприимные. Мне они понравились. Честно, вот здесь я с тобой согласен. Вот честно, были хорошие. Но были и те, которые хотели меня немножечко на денежку и развести. Но даже они оставили хорошие эмоции. Надеюсь, что в следующий раз с нами такого не будет. А где мы будем? Где мы будем? Где мы будем? Мы едем в гости к Ефиопам! Пока! Ну давай же. Простите, пожалуйста. Ты просто хотел меня трогать.